Последний раз уже с поклоном прийти, по-нормальному решить этот вопрос, чтобы нам открыли проход. Ответ был категорично отрицательный. Ссылаются на то, что руководство Москвы якобы об этом знает и дало команду на закрытие. Ну, я думаю, что для Москвы это очень смешно, эти 200 метров, там даже никто об этом не знает. Письменный ответ нам дать они не могут. Сказали, что это устное поручение. Но люди, генералы, устные поручения никому не дают. В общем, письменного ответа они нам никакого не дали. Звонил я в приемную к господину, который отвечает за все военные санатория. Он сказал, что есть официальный сайт Министерства обороны, это будет очень быстро. Мы это все отслеживаем, всю информацию. Пишите все точно туда, прикладывайте фотографии. Приемная фессуна Александр Яковлевич. Это главное военно-санаторное управление обороны Российской Федерации. Только через этот сайт, потому что, ну, конверты у нас есть. В любом случае будем писать конвертами, тоже отправлять, прикладывать фотографии. Все ответы, которые у нас есть. Есть у нас прошлогодний, позапрошлогодний ответ администрации президента, где четко написано, что проход должен быть открыт. Но все-таки у людей здесь другое мнение. Ну, самое основное для нас это собираться как можно чаще и как можно больше. В субботу приглашен глава администрации Серов, пообещал, что в этот раз, потому что четыре раза приглашали, все у него не получается, в этот раз он приедет там с Кедиком Золотаревским, чтобы все вопросы сразу обсудить и газификацию. Он скажет, это я оповещу всех, пока еще точно не знаем. Ну, дело в том, что и заместитель начальника, вчера мы собирались, он проходил, я с ним поговорил. Он сказал, если это дойдет где-то до высшего руководства, как бы проблемы, да, в этом нет. Но мы боимся самовольно открыть, нас потом могут наказать. Поступит команда в телефонном режиме, мы тут же открываем. Поэтому, чтобы нас услышали, конечно, нам надо звонить во все инстанции колокола, да. Письма, я хочу раздать конверты пустые, ну, чтобы каждая семья от себя написала, но пока их не запечатывать, потому что приносите мы потом распечатанные схемы, по какой мы ходили и по какой они нам предлагают ходить. То есть она длиннее, не оборудована, это мы все потом прикладываем и письма уже напишем. Там 10 президенту, 10 Минобороны, Аксенову, ну, то есть всем, чтобы все знали нашу проблему. По-другому, я думаю, у нас ничего не получится. Если мы будем собираться по 10-15 человек, как всегда у нас активных, ну, они только будут насмеиваться над нами. Поэтому, вот это вот самая основная просьба, ну, подъезжайте на автомобилях, ставьте автомобиль и будем, постоим часик здесь. Потому что мы все прекрасно понимаем, если даже на один месяц, если июнь месяц будет закрыт, а в июле они откроют, этого уже будет достаточно для всех таксистов и сударских, и сиферопольских, чтобы потом гнобить и говорить, что, ребята, я вас отвезу туда, потому что вы там будете по пыли топтаться и к морю ходить намного дольше. Поэтому, для тех, кто не очень так настроен хорошо, вы помните, что три года у нас вообще был закрыт, мы не ходили, когда мы начали это. Большинство говорило, что у нас ничего не получится, мы ничего не сделаем. Ну, сделали, получилось, поэтому, ну, я считаю, руки опускать нам нельзя. Надо идти дальше. Я уверен, что высшее руководство об этом не знает, если бы не увидели, что тут, ну, понятно, не все, 200 человек просит, это только жильцов, а еще гости приедут, просят открыть, и один какой-то начальник уперся, по каким причинам он внятно нам сегодня не объяснил. Ну, я думаю, конечно, он чуть-чуть бы за это получил бы. Ну, не может один какой-то там чиновник идти против толпы людей. Потому что министерство обороны, это, в принципе, та же партия президента, все подчиняются ему, это та же Единая Россия. Ну, я попрошу, я сам все не успею, вот письма, и, ну, вот, главное, есть бесплатный телефон, и можно звонить, потому что, ну, позвонит один человек, это один человек. Телефоны их не эти приемные, они, понятно, все записываются, люди поймут, что сегодня поступило 10-20 звонков, завтра, послезавтра, ну, им это надоест, они позвонят, скажут, там, ребята, хватит герундой заниматься, откройте, пусть люди ходят, там, где нету машин, дышат нормальным, свежим воздухом, потому что, ну, только что, вот, видели, детей чуть не сбило машину, нету ни покваров, ничего. Ни с кем ругаться мы не хотим, я лично сам ходил около 5 раз к начальнику, и обговаривали и то, и то, помогите, нам надо сделать лавочки, я об этом никому не говорил, я им сказал, я вам куплю 500 метров, бруса 50, я вам куплю, хорошо, мы их здесь поставим, здесь оно нам не надо, пошел разобор, купите нам сетку, чтобы закрыть аварийный корпус, он портит лицо города. Цена вопроса была 100 тысяч рублей, но при всем при этом они сказали, что мы ее еще сами должны повесить, ну, примерно, посчитали, сколько будет повесить, это еще дороже, чем сама сетка. Ну, сетки максимум хватило бы на, максимум на год, ее потом порвет, потрепает, это будет еще страшнее смотреться, чем оно смотрится сейчас, это пришлось бы потом опять нанимать людей, чтобы они всю эту сетку снимали, и, то есть, ну, по-нормальному, по-хорошему, как-то не получилось, теперь они уже не хотят ни сетку, ничего. В прошлом году мы потратили 40 тысяч на уборку, наняли женщину, заключили договор с коммунхозом, все чеки у нас есть, остались у нас в кассе деньги, у них перегорела проводка, не было освещения, мы скинулись. Еще 20 тысяч рублей отдали за кабель и экономные светодиодные прожектора, и 10 тысяч мы отдали за установку. работникам же, работники же санатория и устанавливают. В прошлом году мы потратили 70 тысяч рублей, я считаю, что это немало, и переходить уже на такие, ну, это, ну, можно сказать, и, не знаю, условия, не условия, скорее всего, вымогательства. Купите нам сетку, купите нам это, лавочки, надо покрасить, надо, чтобы было красиво, ну. Сотрудники санатория, ихние автомобили точно так же ездят по нашей дороге, мы ремонтируем, сколько там, 4-5 КАМАЗов мы сделали ремонт, они этим пользуются, ихние люди точно так же ходят, и окурки, и мусор бросают по нашей улице, но мы по ихней территории, значит, не имеем права ходить. Водопроводом точно так же, да, они пользуются, 400 метров мы уже заменили. Город при этом, конечно, нам пока еще не поможет. Это же вода идет с водой по этим трубам. Но когда был вопрос о помощи городу на городской коллектор, ну, есть люди, которые скинулись на это. Но пришло время помочь нам, все от нас отвернулись, поэтому нам это очень неприятно. Свет за свой счет меняли кабель. Коллектор сдавала, я за свет. На дорогу сдавала. А когда город ко мне повернется лицом? Мы сдавали, когда приличную сумму. Марина сдавала на городской коллектор. И я сдавала, и Тоня сдавала. Гаражи сдавали. Вообще с них содрали сумасшедшую цену на коллектор. Вон, с Кудашкиных запросили такую сумму, мы чуть-чуть выбили. Значит, только на будку 630 ватт. Мы потратили 53 тысячи долларов. Вот 12 человек собрались. Они хотят обвинить нас в этом, что якобы открылся проход, там было 4 кражи. Да, вору перепрыгнуть через этот забор, если он в форточку залазит, то, ну, натяните колючей проволокой. Тогда, я думаю, у вас проблем не будет никаких. У них наркоман, у них кто... Ну, с набережной можно сюда зайти, а отсюда нельзя. Если бы это хоть раз случилось, на уши всех бы поставили. Отборы не в запорах. Это неправда. Он сказал, самое главное, мы это нанимали убирать, а он сказал, что мы зарегистримаем территорию. Мы убираем, но... Еще нам мешки приносили со всех вот этих. Вот и администрация нам бросали в ящики. Столовая, да. Эти люди наши мусор приносят. Да, было это. И люди хвалили, и всем нравилось. Ты такой чистый санаторий, потому что мусор все убирал. Броник. А что преступление? Можно официально. И если, как раньше, поток людей пойдет, с утра тысячи людей туда-сюда, туда-сюда. Тысяча, не одна тысяча. Здесь пользуются из города, люди проходят. Это очень удобно. И по зеленой зоне. И всегда мы проходили, и я помню, танцы устраивали живой музыкой. И кинотеатры закрытые, и летний кинотеатр. Как-то все было неплохо. А вот сейчас видишь, то ли период становления, то ли... Нет, на другой уже становление. В Союзе советской власти есть те же школьники, пионеры, которые сейчас здесь живут. Они садили те же деревья там. Привозили саженцы, да? С ботанического сада. Юра, они уже сколько лет гнобят нашу музыку? Именно так. Мы первое заявление написали в 96-м году. И пошло 97-й, 98-й, 99-й, 11-й. Уже загнобили. Ответ администрации города за подписью Серова. Ее указано, что проход жителей и отдыхающих по улице Бирюзова, танкистов, по улице Парковой и с переходом на центральную Кипарисовую аллею. Это официальное письмо. Это удлиняет проход, ежели вот так пройти, пять раз. Так что будете писать, пожалуйста, сегодня, но завтра закончите, пожалуйста. И надо указывать вот это. Это беспредел. Это был один ответ письменный. А еще был еще другой ответ Серова за его подписью. Он считает, что проход напрямую через кафе «Дост-Лук» для жителей города нецелесообразным. Аргументов, фактов, что нецелесообразно. Искорее, какие соображения не было высказаны. Здесь у нас есть очень много престарелых людей. У нас в мире очень много участников, есть участники войны. Ополченцы должны от себя одели. Это сдать каждую группу и по этим группам работать. Так, 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 так. Не нужны никакие никому не письменные поручения. Мы это прекрасно знаем. У них есть свои там спецсвязи. Это жаловаться-то на кого? На Серово? Нет, мы, это вопрос нам надо изложить суть нашей проблемы. Потом приходим завтра мы уже, чтобы у нас было ровно там. Несколько туда, несколько туалетов. А, двой, наверное. Карель, вот здесь внизу свой адрес писать, да? Пока. А вверху. Временный проход, как нас кормят каждое лето. Откроют на 2-3 месяца, потом закроют. Следующее лето мы опять начинаем. Зимой с внучкой я не могу пройти по парам, подышать. Идите вот куда хотите. Для чего зимой он закроет? Мы здесь родились, здесь живем, и не моем права пройти по этому погулять по парку. Я должна в Домодека идти. Нет, мы можем, ребята, но ответ был такой точно так же, что мы слышали 3 года назад. Местные с паспортами проходили. Не пустали. Не пустали. Зимой, не пустали. Зимой, да. Они не могут посадить людей для этого человека. Пусть мы не идем на набережную, по парку. Потому что это не Министерство обороны. По поводу Министерства обороны, здесь вопрос, Карен. Здесь у них документы есть для земли или нет? Не надо, я только вот была. Здесь меняется начальство, меняется ведомство. А документов для земли как таковых нет ни у кого. То, что земля изначально, когда распродилась в санаторию, здесь получается была одна площадь. Отдали городу третью часть. Межевые знаки нарушены, границы нарушены. Документов нет. Серов сказал, когда будут управлять документы, тогда у нас будут рычаги воздействия. Это все слова. Я, например, этим людям не верю. Они не отстаивают наши интересы. И предыдущие, в том числе, вот лапшу на уши вешают хорошо. Не больше. Кто пользуется интернет-связью, вот мне сказала приемная, ну, приемная Минобороны, писать все вот на вот этот сайт. Там есть раздел обращения граждан. Куда заходим, куда можно и фотографии, все, все, что не надо. Почему нам нельзя ходить, а машина у тебя ездит? Там есть, да. Там есть, да. А? Земля. Оставлено для наших обращений. Разложение улиц. Там есть.